Приветствую всех! Собственно говоря, реакция на Россия-23, чат-рулетка! Люди, которые ищут себе собутыльников в чат-рулетке. Кто они? Обычные неудачники или всё-таки лохи? Прямо сейчас у нас на связи профессиональный чат-рулеточный прибухиватель. Здравствуйте! Скажите, что именно вы пьёте? Квас! Пью пиво бархатное. Скажите, пожалуйста, а правда, что именно вы являетесь разработчиком уникальной пивной бутылки 2 в 1? Это и замечательный напиток, и прекрасное сидение. Да, в принципе, я это разработал, чтобы чисто люди наслаждались хорошим алкоголем. И выпить можно было и присесть. Я понял, то есть двойное наслаждение. Да. Давайте я усядусь поудобней, чтобы вообще все поняли, что это кайф. Мисс Аргентина и мисс Порто-Рико поженились после двух лет тайных отношений. Для того, чтобы разобраться в ситуации, с нами на связь в прямом эфире выходит эксперт по тайным отношениям. Человек, который более 10 лет тайно встречается со своим другом. Здравствуйте! Скажите, пожалуйста, многие называют вас современные Ромео и Игорь. Насколько сложно скрывать вашу любовь? Здравствуйте! Ну, как сказать? На самом деле, да, меня зовут Ромео. Это красиво, Игорь. И наша любовь не скрывается, наша любовь для всех. Открыто. Все нормально, красиво. Часто люди задаются вопросом, как стать красивее. Многие девушки поднимают грудь, используя пушап, в то время как мужчины используют пушок и поднимают вопрос, зачем. Итак, у нас на связи один из таких людей. Здравствуйте! Здравствуйте! Нафу ты мне звонишь, блядь? Многие мужчины отращивают бороду, чтобы нравиться девушкам. Этот парень за счет бороды хотел быть красивым, как Крис Хемсфорд, и умным, как Лев Толстой. Однако, как ты говорил, один из великих на словах, ты Лев Толстой, а на деле обычный Владимир. Сам ты, блядь, хуй простой, сука, блядь, долбоеб нас, потому что не понимают, хуй не думают. Итак, Владимир, насколько мне известно, вы отрастили бороду, чтобы нравиться девушкам. На это вас вдохновила песня МС Дони «У тебя есть борода, я скажу тебе да». Однако, насколько мне известно, до Дони вам пришлось очень много додонить. Что изменилось сейчас? Чё, блядь, твой ебальник, нахуй, повернется, блядь. Сука, назад, нахуй. Сейчас, приедут тебя, надоедут. Как известно, одним из популярнейших костюмов на Хэллоуин считается костюм «Оно». У нас на прямой связи человек, создавший самый сложный и дорогой костюм «Оно» для Хэллоуина. Итак, Ирина, здравствуйте. Скажите, сколько стоило преображение? Вообще, я даже ушла в плюс, потому что я не ходила к парикмахеру на протяжении многих лет. Так что, очень бюджетный, можно сказать, костюм. Скажите, подождать пару лет, чтобы подросло. У вас внизу остался, ну, как пеннивайз, остался? В каком плане пеннивайз? Отвалился. Ну, я имею в виду... Ну, это, да, это издержки небольшие. Конечно, до сих пор присутствуют. И там, в день перезвонишь, постоянно, блин. Не так давно ученые выяснили, белок положительно влияет на рост волос. У нас на связи облысевший, почти отчаявшийся человек, который сумел добыть дома белок из подручных средств. Здравствуйте, Владимир. Можно ли сказать, что ваша борода – это некий недолет белка? Как говорится, результат налицо. Или как это произошло? Здравствуйте, Вячеслав. Конечно, он прилетит. Можно нам сказать, блядь, результат налицо нахуй. Что, подожди? Так, поправим. Это Владимир, легендарная чертовозка, или как его называют в народе, чертовозбуханка, которая неоднократно выставлялась нашей съемочной группой на продажу, однако по какой-то причине до сих пор никем не куплена. Для того, чтобы разобраться, что не так с этим авто, мы решили пробить информацию о нем по номеру. Какой, блядь, номер нахуй, ты долбоёб? Чертовозка скрывает свой номер, однако, как нам удалось выяснить, он был спрятан в багажнике. А, вот он. При помощи приложения Номерограм нам удалось выяснить всю информацию и скрытые факты о непродаваемой чертовозке. Оказалось, чертовазбуханка когда-то был пересобран внизу. В этом ноябре уже сломался, сменил много владельцев, был переделан в тягач, а также не раз попадался, кроме этого, бывал ДТП. Эти кадры в эфире показать нельзя, однако ознакомиться с ними можно. Необходимо скачать Номерограм по ссылке в описании и ввести номер. Хорошо, заглянем. В последнее время во многих информагентствах прогремела новость о нападениях на мужчин в чат-рулетке. По словам очевидцев, некто нападает сзади, за что его уже прозвали задозаходочный чат-рулеточный Чикатило. Сегодня мы в прямом эфире проводим опрос среди людей в чат-рулетке, видели ли они что-то подобное. Но прежде чем мы с вами поговорим, скажите, пожалуйста, вы не задозаходочный чат-рулеточный Чикатило? Нет, ни в коем случае. То есть это не вы, точно. То есть если я сейчас обернусь назад, вас там не будет, правильно? Нет. Ну хорошо, смотрите. Ладно, подтвердилось. Ага, я нашел тебя. Сегодня у нас в эфире невероятная история о двух настоящих друзьях, которая тронет за душу каждого. Когда-то один из них попал в трудно жизненную ситуацию, у него не было девушки на протяжении долгого времени. И вот спустя годы, когда его руки обессилели, его настоящий друг протянул ему свою руку помощи. Эта пара друзей у нас на прямой связи. Скажите, что именно заставило вас поручиться за своего друга? Ну как сказать? Да, произошла такая вот ситуация с ним нехорошая. Ему еще тогда сказали, что у него 25 лет, то есть упадет, и он не сможет им ничего сделать. И вот появился его жизнь и я. То есть вот тем самым подбодрил его дух моральный. Вот он сейчас не боится хотя бы, он до этого ходил грустный. То есть у него ничего не получалось. Я просто у брата такая же ситуация, но я как-то ему вот не помогаю. Спасибо большое за беседу, очень круто было. Спасибо большое. До свидания. Ладно, спасибо большое за беседу, ребят. Многие называют вас современные Ромео и Игорь. Насколько сложно скрывать вашу любовь? Пошел нахуй. Ну финал хороший, да? Ладно, всем свяжем за просмотр.